Девушки отдыхают Просто слушайте А вот как он там сейчас Это знать не дано Ничего не писал более Поехал как-то Ваня Погостить в деревню к другу детства Артему Ну, во-первых, давно не виделись А во-вторых, было Ване странно Что друг его городской парень И вдруг на ровном месте Бросил удачную карьеру Продал квартиру в центре Москвы И уехал в маленькую деревеньку В далеких несказочных местах Там построил дом Обзавелся хозяйством И женился на местной девушке Никак Ваня этого не понимал А посему интерес его был велик А желание посмотреть Как живет его друг Некогда очень известный и уважаемый человек в столице Только больше разжигало Любопытство и воображение Ваня, крутя баранку Представлял себе друга как старого заросшего деда С длиннющей бородой В колоритном одеянии староверов Из льна и хлопка С дародной женой Кучей детей вокруг И все сидят в деревянной избе по лавкам И хлебающие из котелка Разными ложками При этом все как один Обутый в лапте из бересты Каково же было удивление Ивана Когда встречать его приехал У ПМК Подтянутый парень Спортивный, модно одетый Хорошо выбритый Даже загорелый Да еще и на гелике Иван кулаками глаза протер Не сразу поверил В последнюю их встречу Друг выглядел Неважнецки, мягко говоря Вечно устал И брюзглый, и замученный Готовый только на то Чтобы после работы Опрокинуть стакан другой вискаря И отправиться спать А тут прям такие метаморфозы Чудеса Вот значит, что свежий воздух Труд и природа с людьми делают Подумал Иван И торопливо вылез из машины Ванька! Заорал друг и кинулся навстречу Тёмыч! Крикнул Иван И подошел навстречу друга С распростертыми объятиями Но вот и свиделись Наконец-то Иван ехал следом за Артёмом Рассматривал местность Деревня вообще Очень была хороша Совсем не похожа На те ужасные Упаднические И стрёмные Что показывают Обычно по телевизору Пугая городских жителей Никакого намёка На разруху Добротные дома Хорошие заборы Очень приличные По сельским меркам Магазины И что совсем удивило Ивана Наличие кафе в деревне Что вообще не вязалось С его представлениями О деревенской жизни Кто ж туда ходит Интересно знать Отметил Иван Также и местный Культурный клуб Не покосившийся А вполне приличное Обновлённое здание В общем Был Иван Приятно удивлён Что для деревни Странновато Так это Отсутствие церкви И кладбище Которое Они проезжали Совсем крошечное Но эта мысль Долго в голове Ивана не задержалась Наконец-то Подъехали К дому Артёма Ворота Открылись И следом За геликом Друга Въехал Иван На своём Корейском пластике Двор конечно Поразил масштабностью Квадратуры А гараж И тем более С гаража Был вход в дом Через который Мужчины и вошли Навстречу Выбежала Маленькая Хрупкая девушка И только взмахнула Руками от досады Артёмушка Ну что ж ты Не предупредил И чего Они через парадный Зашли Тоненьким голосочком Сказала она Негодуя Но голос её Был настолько детским Что сказанное Звучало Не как укор А как мультяшное Мяуканье А это моя супруга Ириша Представила Артём Ивану жену А это Ириш Друг мой В прошлой жизни Артём Очень приятно Артёмушка Мне столько Рассказывал Про вас А тут наконец-то И сами Пожаловали Раздался снова Тот же детский Голосок Пойдёмте же На кухню Пригласила Ирина мужчин В кухне Она называла Целую столовую комнату Огромную комнату С выходом в сад Местом для камина На стенах Висели головы чучел Лось Медведь Кабан Которых Артёмушка Сам подстрелил На охоте Незамедлительно Похвасталась Ирина Уловив искренний интерес В глаза Гостя На столе Было прекрасное Угощение Всё домашнее Из прекрасных Деревенских продуктов Это вам не Городская химия От соления До варенья Заливных Колбасок Домашних Картошки Синегласки Вареников И блинов Да всё Что душа Не пожелала бы Ну и водочка Разумеется Окончательно Ивана добило Наличие людей Помогающих По хозяйству Ну ты этот Барин что ли Местный И хикнул Иван А знаете Ваня Артёмушка Такой Быстро Заторторила Ирина Хвастаясь мужем Он когда сюда Приехал Всё переделал Вы бы видели Эту деревню До Артёмушки Разруха Безработица Молодёжь уехала Мужики Спивались Ой Даже вспоминать Неохота Хлеб Раз в неделю Привозили Страшное Время было А Артёмушка Как появился Так через месяц Взялся развивать местность И вот уже Десять лет прошло Сами полюбуйтесь Артёмушки Все должны Его все уважают С ним считаются Молодёжь на учёбу Он за свои деньги Посылает А те Отучившись Не хотят В городе оставаться Возвращаются Чтоб на родной земле Работать Ирина Решать Что же у нас Что же у нас Согласит Что иногда Лучше быть первым На селе Чем вторым В городе Видимо Этой пословице И последовал Друг Ивана Дело шло К вечеру Артём На следующий день Уже придумал Культурную программу Сперва С утра Пораньше На рыбалочку А после По окрестностям Покататься Посмотреть Так сказать Всё хозяйство Вот и Банное время Подошло Парились От души Артём Уже Собираться Стал И Ивану Посоветовал Сворачиваться Но того Так разморило Что он просто Со скамьи В предбаннике Слезть не мог Артём Ты иди А я подтянусь Позже Ещё минут Десять Посижу только Подустал Чё-то Промямлил Иван Ладно Кивнул Артём Но смотри Сильно долго Не засиживайся Вставать завтра На рыбалку Рано Артём Ушёл А Иван Подпёр голову Руками Закрыл глаза И задремал Проснулся он От странного Шума В бане Неужто Артём Вернулся Из бани Доносилось Хлюпанье воды Шлёпанье Ведников Странное Цоканье И детские Вопли Но больше Всего Удивило Ивана Это запах Очень неприятный Запах Мокрой псины Тёмыч Ты? Никто Не ответил Иван Посмотрел На часы Которые Лежали Возле Его одежды Время Было Половина Первого Ночи Звуки Не прекращались А на оклики Никто Не отвечал Что За ерунда Иван Встал И направился К двери Ведущей В саму Парилку Дёрнул За ручку Двери Но Та Почему-то Оказалась Запертой Иван Подёргал И ещё И ещё Но так И не удалось Открыть А звуки При этом Продолжались И дети Это откуда Что за резвость Такая поздней ночью Есть кто Спросил громко Иван Есть Вдруг Ответили И все звуки Внутри парилки Прекратились Это был Тоненький Голосок Ирины Жены Артёма Извини Ириш Засиделся Я Виновата Сказал Иван И направился В раздевалку Оделся Собрался Было Уходить Как Вдруг На полу Увидел Грязные Отпечатки Копыт Чё За ерунда Почесал Затылок Иван И этот Странный Неприятный Запах Мокрой Псины Так и Бил В нос Ириш У тебя Всё нормально Крикнул Иван Нормально Всё Иди Иванечка Иди Отозвалась Ришка С лёгкой Нервицой В голосе Ну ладно Промямлил Иван И пошёл В дом Ещё раз Извини Ириш Напоследок Пробормотал Виноватый Мужчина Едва Он коснулся Кровать И провалился В глубокий Сон Спал Крепко Но всю Ночь Плелась Какая-то Чертовщина Как из Фильма Ужасов Бегали За ним То ли Черти мокрые То ли Дети малые Не пойми что Да разве Во сне Разберёшь Толком Когда от Кого-то Убегаешь Утром Ивана Разбудил Стук в дверь Это Артём Напоминал Что на Рыбалку Пора Завтракали Вкусными Блинами С вареньем Творогом И мёдом Ирина Постаралась Только Вот сама Ирина Как отметил Иван Была Очень тихой И неразговорчивой В это утро Она Даже Не осталась На завтрак Лишь быстро Накрыла стол И куда-то Удалилась По делам Иван Хотел было Попросить У неё прощения За вчерашнее Неудобство Причинённое Но не успел А с другой стороны Он так и не понимал Как Ирина Могла пройти Мимо него В парилку И откуда Там были дети Но он решил Что видимо За столом Крепко уснул А Ирина Скорее всего Не захотела Его будить А вот так Вроде логичнее Но детские Вопли Вонь псины Цокающие Звуки Всё же Оставляли Много Вопросов Артёму Он тоже Решил Ничего Не рассказывать Чтобы не Поставить Ирину В глупое Положение Да и Самому Не показаться Идиотом И неблагодарным В общем Какое-то Внутреннее Чутьё Говорило Что не стоит Ничего Рассказывать О прошедшей Ночи Хорошая Ты Сплюнул Побаивались Артёму Скрылся За порогом Но Ленд Подумал Иван И для Кого Ведь у друга Нет детей Но это Было Не всё В комнате Располагались Ещё Несколько Дверей Ведущих Видимо В другие Комнаты Иван Иван Боролся С желанием Посмотреть Что же В тех Комнатах И не Выдержав Открыл Дверь В одну Из них Там Было Темно Но Краем Глаза Иван Заметил Что это Спальня Детская Спальня С маленькой Кроваткой На которой Кто-то Спал Спал Ребёнок Сладко Посапывая Из-под Одеялка Торчала Кучерявая Чёрненькая Головка А Снизу Кровати Тоже Из-под Одеялка Свисала Маленькая Копытца Иван Не стал Заходить В комнату Аккуратно Закрыл Дверь Но Спит Ребёнок В пижаме Такой Наверное Костюмы Жешют Детские Зайчики Мишки Там А тут Козлик Решил Иван Да и Мало ли Может быть Это дети Чьих-то Работников Цыганчатые Или Гастарбайтер Из юга Вон Какие Кучерявые Скорее Все Закрыл себя Иван И пошёл В свою Комнату Решил Спать Лечь Пораньше Тем более День И так Выдался Очень Насыщенным Откровенно Говоря В баню Он не Хотел Идти Особенно После Того Случа Как Он Уснул Там И После Как Ему Казалось Доставил Некие Неудобства Ирине И Хоть Время Было Позднее Но Ивану Не Спалось Часа Два Он Ворочался И Крутился В постели А Уснуть Никак Не Мог Решил Прогуляться По Двору Свежий Деревенский Воздух Должен Помочь Иван Медленно Бродил По Двору Красивому Совсем Не Похожему На Деревенский Двор Аккуратные Кусты Рос На Клумбах Местами Подсветка Дорожки Выложенные Диким Камнем Лавочки Беседки А Вот И Баня А Там Свет Горит Иван Подумал Что Может Артем Вернуться Подошел Ближе И Тут же Остановился Прислушался Снова Детские Визги Цоканье И этот Запах Неприятный Запах Все Как и В прошлый Раз Хорошенький Расклад Что Дети В бане Ночью Это Делают Тут Быстрое Цоканье Приблизилось К банной Входной Двери Иван На всякий Случай Решил Спрятаться За углом Стал Прислушиваться Будто Много Маленьких Копыт Было В бане Но Тут Дверь Распахнулась И оттуда Стали Один За Одним Выпрыгивать Как Козлики Существа Которые В народном Фольклоре Именуют Чертята Да Это Были Дети Но Только До Половины Туловища Все Что Ниже Покрывал Слой Кучерявой Шерсти А Ноги Были С Копытцами Именно Они Издавали Такой Цокающий Звук Ивану Стало Не По Себе Но Следом За Эти Черта Детьми Вышла И Ирина Она Была Сама На Себя Не Похожа Нет Копыт У нее Не Было Но Что То Явно Было Не Так Дети Если Так Можно Было Сказать Весело Прыгали И Резвились А Ирина Вдруг Напрыглась И Стала Обнюхивать Окрестность Нос Ее Дергаясь Шевелился Как Флюгер На Ветру Иван Сказала Она Да Только Это Был Не Тонюсенький Привычный Голосок Персонажа Из Мультика Это Как Будто Произнесли Три Здоровых Мужика Хором Иван Вздрогнул И Прижался В стене Стараясь Вообще Не Дышать Откуда То Выбежала Женщина И Стала Заматывать Детей По Очереди В Простыне Ирина Показала Руками Чтоб Та Их Тебе Артемушка Говорил Не надо В баню Ходить После Полуночи Или Нет Спросила Ирина Стоя За углом Но Находясь От Ивана В нескольких Сантиметрах Тот Не знал Что И сказать Как Ему Реагировать Этот Страшный Голос Не Бойся Сказала Ирина Уже Своим Голосом Спать Ступай Забудь Все Тебе Жел Лучше Будет Непонятно Сколько Времени Еще Он Лишь Хотел Убедиться Что Ирина Ушла И Он Может Выйти Ему Хотелось Сесть В машину И Быстрее Уехать Отсюда В город Но Что Он Скажет Артему Определенно Нужно Дождаться Друга Немного Осмелев Он Вышел Во двор Ничего Подозрительного И странного Не было Даже Запах Мокрой Псины Развеялся И В воздухе Улавливался Лишь Легкий И Приятный Аромат Рос Склумб Все Так Ж Красиво Переливалась Подсветка Лавочки Беседки Иван Зашел В одну Из Беседок Сел За Столик Подпер Голову Руками И Сам Не Заметил Как Уснул Разбудил Ивана Артем Ты Че Тут Удивленно Спросил Он Друга Тот Спросонья Посмотрел На Артем Оглядел Его С головы До Ног Пытаясь Высмотреть Копыта Не Обнаружив Никаких Отклонений Вздохнул Тихо Сказал Тем Ирка Напугала Неожиданно Спросил Артем Иван Сперва Опешил От Такого Вопроса Но Если Друг В курсе Чего Скрывать Он Просто Кивнул Понимаю Артем Положил Руку На Плечо Друга Немного Помолчали Ты Не Спеши Уезжать Ничего С тобой Не Случится Начал Свою Речь Артем Оказалось Что Все В Этой Деревне Такие И Нечистью Их Называть Нельзя Но И Обычной Жизнью Людской Они Жить Не Могут Что Типа Оборотней Но Так Тоже Не Скажешь Это Типа Как Поселение Особое Иван Мало Что Понимал Из Объяснений Друга Но Слушал Внимательно Каждое Слово До 16 лет Не Могут Жители Этой Деревни Контролировать Свой Внешний Вид Вот И Выглядят Так А Потом Обретают Такую Способность По Желанию Могут Долго Как Люди Выглядеть А Могут Иногда Свой Первозданный Вид Приобретать Именно Поэтому Подростки Только В Сознательном Возрасте После 16 Лет Отправляются В город На Обучение Но Адаптироваться Им Трудно А Чтобы И Вовсе Там Жить Остаться Так Это Невероятно Вот И Домой Возвращаются Чужаков Не Жалуют А Глазки Боятся Кто Не По Приглашению Забредал Всю Деревню Назад Не Возвращался Артема Тоже Не Сразу Приняли Ирина Помогла Как Увидела Мужчину Нового Нормального Так И Влюбилась Сразу И Заступилась За Него А Иначе Кто Знает Что С ним Могло Бы Случиться А Потом Артем Для Них Что Типа Спасения Стал Как Окно В Мир Жители Его Зауважали Но И Побаивались Опять Таки Из-за Заступничества Ирины Та В деревне Главной Ведьмой Бесихой Слала Плюс Ко Всему Она Была Единственная Кто Мог Всю Жизнь Выглядеть Как Нормальный Человек Другим Жи Хоть Раз В Десять Лет В Прежний Изначальный Облик Вернуться Просто Необходимо Живут Они Лет По Триста Артем Не Уверен Был Что Сможет Столько Прожить Но Ирина Обещала Да И Вправду Иван Заметил Что Друг Намного Лучше Выглядел Время Ему Как Будто Только Подыгрывала На Пользу Шло Все Молодил А Ирина Вообще Как Девушка Лет Пятнадцати Выглядела И Кстати Иван За все Время Проведенное В деревне Не Встречал Очень Старых Дряхлых Людей Все Были Довольно Добрые И Даже Старики Подтянутые Моложавые А Что Касается Финансового Благополучия Деревни Так Бесы Никогда Не Что Жили По Старинке Обособленно Так Вот Артем И Помог Им Как Бы Наладить Связь Показать И Научить Что Такой Интернет И Прочие Прелести Цивилизованной Жизни Те Же Как На Лету Все Схватывали Быстро Обучались И Все Понимали Даже Старики Не Имели Они Возрастного Слабоумия В Общем Принес Он Им Новую Интересную Жизнь А Что Малышей Ты Увидел Тогда Это Дети Мои Дюжина Их Признался Артем И Иван Слушал И Офигевал Он И Бредом Это Назвать Не Мог И Верить В Это Эмоции Терзали Разум А Если Остаться Пожелаешь То Только Рады Будем Вань В Завершение Рассказа Вкратчиво Сказал Артем Ты Все Равно Уже И Мне Веселей Будет Я Аж Тут Пока Ты Не Приехал Один Такой Был А С Верным Другом Все Веселее Нужды Ни В чем Знать Не Будешь Уважаемым Человеком Станешь Артем Улыбнулся А Ивану Поплохело Вот Значит Чего Внезапно Через Десять Тоготков Вспомнил Темыч О нем Скучно Ему Мужу Бесихиному Ешь Чего Удумал Попробуй Удержи Как бы Не Так Думал Иван Было Уже Совсем Светло Артем Предложил Пойти В дом Иван На ватных Ногах Следовал За Другом А сам Обдумывал План Как Ему Лучше Удрать Чтоб Незаметно А то Ведь Вправду Не Выпустят Еще Живым Точно Не Выпустят Зашли В дом Пошли На Кухню А там Уже Стол Был Ирина Суетилась И за столом Сидела Красивая Девушка Очень Красивая Брюнетка Длинноволосая Хрупкая Ванечка Своим Голосочком Пропищала Ирина Вот Познакомься Это Катюша Сестричка Моя Двоюродная Красавица Редкая Правда Живанечка Иван Посмотрел В глаза Девушки Огромные Черные Он Как будто Провалился В них И перед Глазами Встал Туман Иван Медленно Сел На Стул Не Совсем Понимая Где Он И Что Вообще Происходит Иван Скромно Представился Он Вам Катюша Можно Просто Ваня Меня Звать Вам Вообще Катюше Все Можно Вот И Славненько Пропищала Ирина И посмотрела На Артема Тот Улыбнулся Ей Своей Любимой Жене Бесихе А что У нас Там Тачка Подпрыгивала На Всех Ухабах Несмотря На Свою Вездеходность Точнее Не Несмотря А Как Раз Благодаря Своей Вездеходности Если Бы Не Она То Остановились Б Мы Километров Пятьдесят Назад Застряв В Той Глубокой Луже Но Несмотря На Весь Кажущийся Комфорт Такого Образа Передвижения Поездка Приятной Не Была Да Ничего Обычная Очередная Заброшенная Деревня Все Как Обычно Дэн Казалось Особого Неудобства Не Испытывал Хотя Стоит Признать Опыта Дальних Поездок И Отсутствие Цивилизации У него Тоже Было Больше Просто Очередная Заброшка Не Мы Конечно Всей Толпой Давно Планировали Куда-то Выбраться На Празднике Но Признаться Я Пожарить На Полноценный Поход Впрочем К чему Сейчас Возникать Надо Было Или Возмущаться Раньше Или Терпеть Пока Тебя Отвезут И Привезут Обратно А то Как бы Просто Не Забыли Под Хмельком Где-нибудь В лесу Да Отсутствие Людей Полчища Комаров И Полное Отсутствие Цивилизации Что Нам Еще Надо В Самом Деле Я Сортира Потому Что Кусты На Поверку Частенько Оказываются С колючками А леса Все Чаще Хвойными Но Как Говорится Назвался Груздем Полезая В Кузов В Дальние Леса Мы Выдвинулись На Двух Машинах Повышенной Проходимости Умудрившись Собрать Если Не Всех Желающих То Большинство Я И Дэн Тряслись В Одной Из Тачек Во Во второй Ехал Макс Рита Светик И Ленка При Желании Конечно Можно Было Впихнуть И В Одну Машину Но В Случай Чего Мы Вполне Могли Оказаться Без Колес Да И Лебедить Друг Друг Можно К Пункту Назначения Мы Прибыли После Обеда Запарковали Тачки И Наконец Выбрались На Свежий Воздух Размять Ноги Как И Говорил Дэн Ничего Особенного Заброшенная Деревня Из Себя Не Представляла Типичная Заброшка Некоторые Дома Давно Развалились Некоторые Еще Каким То Чудом Стояли Склонившись Каждый В Своем Векторе Словно Пытаясь Прислушаться К Земле Пара Тройка Сохранились Лучше Остальных У Одного Даже Была Дверь Окон Не Было Ни То ли Вандалы То ли Лесное Зверье Правда Сомневаюсь Что Зверью Зачем-то Понадобилось Бить Окна Быстро Обойдя Самые Развалившиеся Мы Принялись Изучать Более Менее Уцелевшие Заодно Решая Где И Остановимся Ночевать В машинах Всей толпой Неудобно Палатки Есть Но Всего Две Спальников В изобилии Но Дух Энтузиазма В нас Еще Не Погас Интересно А это Что Светик Остановилась Едва Зайдя В дом Склонившись Над Завалившись Внутрь Дверью Медведь Подойдя Я Тоже Остановился Рассматривать Длинные Глубокие Царапины На досках Двери Оставленные Неизвестным Животным И не Уничтоженные Даже Долгими Годами Изоляции И непогоды Такие Медведи У нас Не Водятся Веско Заметил Притулившийся К нашей Компании Макс Медведь Мутант Предположил Я За что Тут же Удостоился Тычка Локтем От Дамы Не Шути Так Нам Здесь Только Медведей Не Хватало Ну А Что Глуш Не Тайга Конечно Но Какое Зверье Здесь Явно Водится Хотя Мне казалось Что Индустриализация И Общее Развитие Человечества Из наших Мест Давно Выкурили Все Более Менее Крупное Зверью Ты На Всякий Случай Светик С Фальшфеером Ходи В кусты А то Подкрадется Какой Нибудь Саблезубый Ёжик И Все Ага А на Фальшфеер Все Окрестные Медведи Сбегутся Да И Еще Некоторые Фрыкнула Девушка В самом Доме Нашу Компанию Встретили Не очень Дружелюбно На Полу Обнаружилось Несколько Змеиных Выползков Приличная Их Кучка В одном Из углов Наводила На мысль Что Ночевать Тут Не стоит Ну Или Перекосившаяся Балка Потолка Подсказывала Что Он Может Не Выдержать Еще Одну Ночь И Обрушиться Нам На Головы В Завершении Экскурсии По Дому Не только Подпрыгнули Все Присутствующие Но и Что-то Шумно Обрушилось На Чердаке Не Нафиг Нафиг Выдохнул Дэн Едва Мы Вышли На Улицу Хотя Странно Откуда Крыса В доме Где Живут Змеи Если Они Тут Все Еще Живут Дополнил Я А так Ходит Себе Стекла В домах Бьет Обычная Такая Крыса Пожалуй Мы Поищем Себя Другой Дом Если Не Найдем Останемся В палатках Таким Образом Овойдя Все Дома Мы Вполне Предсказуемо Остановили Свой Выбор На Самом Целом С Дверью Что Самое Забавное Дверь Тут Также Украшал Узор Давних Царапин Помимо Царапин Дверь Имела Брус С Обратной Стороны Добротный Такой С Руку Толщиной Ну И На Како им это нововведение Макс осматривал Запор Не менее Удивленно Чем Остальные Понятия Не имею Парировал Дэн Уже Осмотревший Остальную Часть Дома Зато Тут Есть Ставни На Окна Уцлевшая Печь Надо Бы Правда Трубу Глянуть Если Сможем Затопить Будет Почти Уютно Не Разводить Костер Посреди Комнаты Подгоню Машины И скажу Девочкам Выгружаться А вы товарищи Сгоняйте За дровами Не для печи Так для костра Снаружи Они точно Пригодятся Что делать Пришлось Идти Единственный Минус Погода Собралась Портиться То я То Макс Поднимали Взгляд К небу Облака Были Тяжелыми Но пока Сдерживались Благо Далеко Ходить Не надо Было Лес Начинался Прямо Во дворе Пересекал Остатки Забора И растекался Зеленым Морем Охватывающим Наш Символический Островок Не обращая На его Существование Ровно Никакого Внимания И что Мешало Захватить Дрова С собой В пол Голоса Возмущался Товарищ По несчастью Наклоняясь За одной Из крупных Веток Одной Вязанкой Тут не Отделаешься И так Угли Еле впихнули А еще Кучи Всяческого Но совершенно Необходимого Барахла Захваченного Деном Демонстрируя Вызывающее Уважение Чистокол Зубов Что именно Сделал Товарищ Я не видел Зато Услышал Как он Сдал Сдавленный Хрип Следом На землю Посыпались Уже Собранные Ветки Ты это Не провоцируй Его Послышался Шепот Друга Да я Как бы Отступай Потихоньку Без резких Движений Как ты себе Это представляешь Волк Едва Слышно Зарычал Явно То ли Сились Внести Свою Лепту В диалог То ли Не одобряя Предложенный Максом План Из своего Неудобного Положения Я попытался Сделать Шаг Назад Волк Таких Нововведений Не одобрил Зарычав Громче И снова Облизавшись Пришлось Замереть Снова Еще Идеи Будут Я не сводил Взгляда С нашего Нового Пушистого Знакомого Стараясь Не смотреть В глаза Сейчас Уже Почти Лето Да и Зимой Волки Обычно На людей Не нападают Ты Предлагаешь Ему Это Аккуратно Сообщить Похоже Такие Новости Серого Не обрадовали Без Предупреждения Тот Прыгнул Вперед В попытке Оттяпать Мне голову Плюсом Было То Что В таком Положении Ему явно Было Не так Просто Прицелиться А может Мне Просто Повезло Сбив Меня На землю Зверь Вцепился В инстинктивно Выставленные Предплечье Заорав Больше От неожиданности Чем От боли Свободной Рукой Схватил Первое Что попало Под руку И зарядил Волку В нос По всем Правилам Борьбы С дикими Собаками Надо Бы Постараться Затолкнуть Кулак Ему В глотку Но Во-первых Тяжело Это сделать Когда он Уже Вцепился Тебе В руку А во-вторых Я изрядно Сомневался Что волк В курсе Этих Правил Взвизгнув Зверь Разжал Зубы Попятился И уже Через мгновение Скрылся В подлеске Ты как? Макс Побежал И помог Подняться На ноги Жить буду Крови Было Много Но не Настолько Чтобы Поднимать Панику Руку Он Мне Не откусил Да И важного Ничего Похоже Не задел Давай Идем Надо тебя Осмотреть Да И обработать Неплохо Бы Повел Меня Обратно Товарищ А дрова Да шут С ними С дровами У дома Нас Встречал Дэн Так как Девчонки Суетились По хозяйству А где Дрова В первую Очередь Спросил Тот Но увидел Нас Поближе Тут же Потянул Меня К машинам Поближе К аптечке И как Ты так Умудрился Вопрошел Поливая Мою несчастную Конечность Хлоргексидином Прямо Из пузырька Соблезубы Ёжик Напал Отшутился Я Сквозь Зубы Не вырываясь Только потому Что за запястье Они держали Меня вдвоем А если Серьезно Закончив Промывать Дэн Потянулся За бинтом Раны И в самом деле Выглядели Не так страшно Как нам С перепугу Показалось Четыре Побольше От клыков По обе стороны Предплечья И еще С десяток Мелких Повезло Что он успел Просто вцепиться Но не успел Рвануть А если Серьезно Волк Цапнул Ты же говорил Что тут Крупной живности Не водится Не должно Да и волки Не нападают На людей обычно Разве что Бешеный Расправившись С упаковкой Бинта Он принялся Меня бинтовать Чудесно Девчонкам Не говори Но до ветру Их лучше Провожать Кому-то На случай Если наш Пушистый Знакомый Вдруг В самом деле Бешеный Или решит Вернуться Чтоб меня Да и есть Осмотрев Работу Товарища Я потуже Затянул узел И полез В машину За сменным Свитером Этот Уже Никуда Не годится Тебе бы К врачу Прививки На всякий Сделать Поежился Макс Оглядываясь На лес Предлагаешь Сейчас Ехать Скоро Стемнеет Я не хочу Героически Ночью Утонуть В той Луже Или Того Хуже Помнишь Как мы По нас И покрались И это Днем Ночью Слетим Как пить Дать Мы все равно Завтра Собирались Возвращаться Авось За ночь Я от Бешенства Не умру Но За дровами Я не пойду Больше Предлагаю Кому-нибудь Взять Топорик И вон Та засохшая Яблоня Если это Яблоня Вполне Годится На дрова На правах Инвалида Откосив От тяжелой Работы По смертоубийству Ни в чем Неповинного Дерева Я направился В дом Помогать Девчонкам Был с позором Изгнан С импровизированной Кухне Потыкан Шампурами После того Как один Из них Случайно Уронил Едва Не побито С танками Совершенно Внезапно Решившего Что с него Хватит Стукла Развалившегося Прямо В руках Отскоки Пришлось Отправиться Гулять По самому Дому На первом Этаже Не нашлось Ничего Занимательного Сырость Плесень Паутина Шмыгнувшая От меня Заперекосившийся Комод Мыш Кругом Куча Некогда Бывшей Предметами Мебели И обстановки Казалось Хозяева Уезжая Бросили Все Прямо Как Есть Девчонки Более Менее Разгребли Одну Из Комнат А Остальные Но Мы же Не убираться Сюда Приехали На втором Этаже На который Я забирался С некоторой Опаской По Отчаянно Скрипевшей Лестнице Изо Всех Сил Надеюсь Что Она Не решит Развалиться Прямо Подо И этот День Не Закончится Для Меня В Травматологии Нашлась Еще Пара Комнат Одна Была Старой Кладовой А Вторая Спальней Решив Не лезть В Кладовую Все Еще Помня Про Травматологию Я Решил Ограничиться Спальней Впрочем Даже В ней Не Удалось Сходу Найти Ничего Интересного Кровать Еще Один Комод На Нем Разбитое Зеркало Шкаф Соцаревший Зазеленевшей Одеждой Небольшой Столик У кровати На Столике Тоже Отцаревшая Тетрадь Рядом С останками Проржавевшего И отвалившегося Со стены Бра Взяв Тетрадь Пришлось Приложить Некоторые Усилия Для того Чтобы Разлепить Страницы Начало И конец Были Нечитабельны Зато Середина Отцарела Только По краям Что-то Можно Было Разобрать Ого Да Судя По всему Владелец Тетради Был Писателем Любителем Будет Что Народу За ужином Почитать А то Опять Как Зарядит Свои Страшилки Перед Сном Которым Двести Лет В Обед Тоска Прихватив Тетрадь Я с теми Жи Предостороженностями Спустился Обратно Чтобы Застать Финальные Приготовления К ужину Ставни В доме Были закрыты На полу Разложены Спальники В центре Всего Этого Безобразия Стояла Лампа На батарейках Как раз На случай Ночных Бдений В углу У входа Притулилось Стыдливо Прикрытое Тряпкой Ведро Но Ужнее Лучше На улицу Выйти Хотя Опасения Остальных Я понимал Вся компашка Обнаружилась На улице Почти Обосновавшись За столом Я Успел На перебранку За последний Стол Мне Как можно Догадаться Предлагался Стыренный Откуда-то Чурбачок Но Ничего Мы Не гордые Лесной Воздух Упоителен Особенно Поздней Весной Когда В воздухе Звенят Комары Чирикают Птички В вечернем Небе Зажигаются Первые Звезды Не скажу Что мы Наслаждались Именно Природными Красотами Но Прохлопать Появление Еще одного Действующего Лица Умудрились Эй Молодежь Наконец Подал он Голос Остановившись У одной Из машин А вы Откуда Разговоры Смолкли И к новому Гостю Обернулись Сразу Все Из Города Ответил Дэн А вы Кто Будете Да Я Лесник Здешний Мужик Подошел Ближе Не знаю Как Сейчас Выглядят Лесники Но Мне Казалось Что Им Полагается Униформа Этот же Был Похож На Лешего Из Сказок Невысокий Бородатый Заросший Видавший Виды Куртки И Потрепанных Штанах С Пустыми Рукавами Хотя Если Он Был С Ружьем Я Бо Насторожился Гораздо Сильнее Пришел Вот Глянуть Кто Тут Шумит Вы Не Охотица Пришли Да У нас И Оружия Нет Ответил Макс Можете Можете Сами Посмотреть Хорошо Хорошо Значит Не будете Зверье Обижать Почем Зря Мужик Пригладил Бороду А Зачем Явились Да Вот Приехали Свежим Воздухом Подышать Фрыкнула Ленка Это Ведь Не Запрещено В Этот Момент Из Темноты Леса До Нас Донесся Переливчатый Волчий Вой Заставивший Вздрогнуть Всю Компанию Далеко Прислушался Квою Мужик Зверя Загоняют Здесь Что Волки Рита Мертвой Хваткой Вцепилась В руку Макса Заставив Того Поморщиться Волки Волки Кивнул Мужик Да Ты Не Бойся Далеко Они Еще Не Просто Так Это Село Волковчанка Называется Называлось На Автомате Поправил Его Я Село Давно Заброшено Ни Названия Не Сохранилось Ни Население Как Сказать Лесник Подтянулся Еще Ближе Расположившись На Втором Чурбачке Я Про Это Село Такие Байки Знаю Не То Чтобы Сильно Обрадовавшись Компании Но С местным Было Как То Спокойнее На Автомате Ему Было Предложено И Мясо И Алкоголь И Прочая Закуска Если Сначала Наши Напряглись В Компании Незнакомца То Через Пару Часов Оттаяли Все Узнали Мы От него И про Деревню И про Местные Леса И про То Как Приехал Он В эти Края Живя В Сторожке Неподалеку Травил Байки Явно Соскучившись По Человеческой Компании Сказал Что С конца Апреля По Правилам Следить За лесом Чтобы В целом Как мог Описал Свой Быт Новый Вой Раздавшийся Гораздо Ближе Заставило Его Замолчать И Всех Нас Снова Вздрогнуть А Давайте Ко Перебираться В дом Подал Голос Я Потом Обратился К леснику А Оружие У вас Есть Есть А Как же Только В Сторожке Зачем Оно Сейчас Так Волки Если Нападут Да Я Не Хотел Воспугать Решить Еще Что Разбой Никакой С Ружьем Приперся А Волки Они Не Нападают Надеюсь Они Об этом В Курсе Пробормотал Я Себе Поднос Быстренько Сгребая Со Стола Провизию Быстренько Перетаскав Все В Дом Я Заходивший Последним Сам Не Знаю Почему На Всякий Заложил Брусом Дверь В Доме И Полу Светило Не Настолько Ярко Чтобы Разогнать Все Тени По Углам И Открыть Все Недостатки Строения Можно Было Подумать Что Он В Самом Деле Жилой Для Лесника Само Собой Спальника Не Было Но Он И На Складном Стуле Расположился Вполне Комфортно Сомневаюсь Что Он Захочет Тут Ночевать Раз Уж Волков Не Боится Кстати Ну Давай Жги Ленка Растянулась На Спальнике Потягивая Свою Борду Из Пластикового Стаканчика Назвать Это Коктейлем Не Смог Бы И Самый Непритязательный Бармен Шарился Я тут По Комнатам Зыр Тишу Нашел Здесь Похоже Какой-то Непризнанный Фантаст Жил 20 Августа 60 То ли Третий То ли Пятый Год Не Разобрать Начал Читать Я Первую Читабельную Страницу Снова Пропали Две Девушки Ушли В лес По Ягоды Да И Не Вернулись Два Дня Мужики Искали Не Нашли Только Сапог Зверьем Порванный Больше Ничего 15 Сентября Золовкины Пропали Вся Семья Прямо Из Дома Окна Побиты Дверь Выломана Кругом Кровь Дом Сожгли Надо Себе Дверь Покрепче Сделать Ставни На окна Уже Поставил Не знаю Поможет Ли Десятое Октября Сегодня Ночью Еще Два Дома Опустили Снова Все То же Сломанные Двери Выбитые Окна Кругом Кровь Дом Дом Сожгли Мужики За околицу По одному Не ходят Баб Не выпускают Все Боятся Собственной Тени Двери На ночь Подпирают Себе Сделал Засов Покрепче Ставни На ночь Не открываю Свет Не жгу Третье Ноября Несколько Семей Ушли Днем Говорят Дойдут До Соседнего Села Никто Не вернулся Волки Выли Всю Ночь Словно В подтверждении Моих Слов Волчий Вой Раздался И у Нас Казалось Прямо Под Дверью Девчонки Подобрались И сели Плотнее Прислушиваясь К переливам Воя Все Притихли Читать Дальше Осведомился Я Когда Вой Ненадолго Стих Да Ну Тебя Нафиг С твоими Историями Ты Где Это Выкопал Поежилась Светик Когда В стену Кто-то Деликатно Поскребся Специально Что ли Да Ладно Тебе Светик Дэн Отпил И Стаканчика И Прислушался Ну А Что Там В конце Я Пролистал Несколько Страниц До Последней Записи Все Дома Опустили Оставаться Здесь Больше Нельзя Если С голода До Соседнего Села Всего Десяток Верст Зимний День Короток Но Я Дойду Надеюсь Что Вернусь Все Больше Записи Нет Следовательно Он Не Вернулся Забористый Ужастик Молодец Усмехнулся Макс Удачно Подобранная Страшилка А С волками Как Договорился Знатная История Лесник Тоже Прислушался Но Волчьего Воя Пока Не Раздавалось Здесь Такие Не Редкость Говорят Пожрали Здесь Лесные Звери Все Село Прятались Люди По Подвалам По Чердакам Да Не Помогло Это Им А Когда В леса Уходили Никто Не Возвращался Никто Не Избежал Своей Участи Самый Страшный Зверь Тот Что С Разумом Человека А это Как Пошевелилась На своем Месте Ленка А это Те Что Людьми Были Да Зверьми Стали Есть Такие Мужик Поднялся Со своего Места И Подошел К Входной Двери А Знаете В чем Ваша Проблема Молодежь Он Легко Двумя Пальцами Откинул С Двери Засов Ворвавшись Сели Ночной Ветер Заставил Нас Поежиться Или То Что Сквозь Дверь На Нас Разум Взглянул Из Десяток Светящихся Точек В чем Разум Подобравшись Местикли К Противоположной Стене Слабо Представляя Что Будем Отбиваться От Стали Вы Плохо Знаете Историю Голос Лесника Изменился Став Хриплым Неразборчивым И Каким То Рычащим Что Вполне Стало Объяснимо Когда Он Обернулся К Нам Его Лицо Менялось Трансформируясь Вытягиваясь На глазах Покрываясь Густой Серой Шерстью Твою Выдохнул Дэн Перехватывая У Риты Фонарь Этого Не трогать Остальные Ваши Прорычал Мужик Указав На меня Серые Тела Тенями Хлынули В нашу Сторону А потом Стало Темно Но Очень Громко